Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на канал, подписывайтесь, будем с вами поделать посылки и товары из Китая. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот посылочка, как видим обычный стандартный пакет от Алиэкспресс. Эту посылку оценили в 2 доллара. Здесь часы, которые стоят почти 1000 гривен. Посылка вообще оплачена была где-то около 30 долларов. В общем, ссылочки будут в описании на эти часы. И питайте, еще за фигня, почему они упакованы без коробки. Я слышу, как они там нажимаются. А ну, вам слышно? Ну, типа, они пикают внутри, нету коробки. И дай бог, чтобы это были действительно противоударные часы, как вы заявляли. И они доехали в целости и сохранности. Что ж, давайте посмотрим. Ну что ж, мы расположились уже, как вам все привыкли, смотреть это видео. Предыдущая часть была записана специально для китайцев. Мое негодование по поводу того, что упаковали плохо. Ну что ж, давайте посмотрим на эти часы поближе. Попробую их аккуратно вскрыть. Нифига, аккуратно, как всегда, не получается. Это довольно прочная пупырка. Обычная пупырка. Здесь дальше тоже обычная пупырочка. Вот такая вот. Самый обыкновенный чехол. То есть, знаете, упаковка как будто часы за 3 доллара. Я уже молчу о том, что, как бы, довольно-таки дорогие и по функционалу должны были быть крутые часы. Всем известная такая распространенная китайская марка. Назовусь Skim или Skimei. Вот такой вот у них логотипчик. Я думаю, многие узнали. Часы дошли довольно-таки быстро. В принципе, ну, как бы, претензий по доставке в плане сроков нет. Есть претензия по упаковке. Давайте посмотрим, что еще идет в комплекте. И потом более подробно рассмотрим сами часы. Часы должны быть усовершенствованы всеми возможными на сегодняшний день функциями и наворотами. Например, одна из функций это компас. Все понятно. Значит, по функционалу здесь у нас есть компас. Компас отдельно настраивается, корректируется. Значит, здесь также есть будильники. Их можно выставлять, если я не ошибаюсь, три штуки. Но в меню описания вижу будильник 1, будильник 2. Камдаун таймер. Это, то есть, обратный отсчет или же вперед. Я уже не помню. Мировое время. То есть, вы можете зайти, посмотреть, скажем так, часовые пояса разные выставить. Ну, естественно, где-то должна быть подсветка. Это, наверное, подсветка и есть. Сейчас посмотрим. Засветились? Нет часики? Очень-очень тускленько засветились. Меня больше всего в этих часах интересовал момент это компас и то, что они водонепроницаемые. Сейчас я стопнусь и буквально через секунду для вас это произойдет. Я разберусь с этими часами. Ну что ж, ребят, разобрался я вроде с этими часами. Вот видите, сколько уже времени на них. Действительно, сейчас почти пол первого ночи. Я вот снимаю для вас видеоролик для того, чтобы показать, что с этими часами. В общем, функций здесь довольно-таки много. На самом деле, показывать их нужно очень долго. Подсветка, да, во время освещения очень такая тусклая. Но в темноте она, в принципе, отличная. Такая легкая голубая. Что ж, в принципе, часы по размеру тоже мне подошли. Вот так вот они смотрятся на моей руке. Что ж, самое интересное, будут ли они работать, если мы их окунем, поболтаем, типа мы плаваем. Вот. И посмотрим, что с ними. Что ж, они идут. А если мы включим подсветку и окунем туда? Пусть поплавают. Я не знаю, видно или нет, но подсветочка горит. Сейчас я попробую еще раз. Окунаем, включаем подсветку. И, как видите, в воде они светятся, работают. Потухли, потому что закончилось время подсветки. Сейчас я их протру, как следует. В общем, вот такие вот прикольные часы. В них действительно есть компас. Вот мы нажимаем, запускаем. И он нам показывает, сколько градусов нам на север. Единственное, что я сейчас не достал свой компас. Вот видите, типа он говорит, север нам туда, если четко север. И если мнение, как говорится, изменяет память, то север действительно не находится там. Единственное, что у меня сейчас не было компаса для сравнения. Как видите, показатели меняются. То есть, типа, что мы якобы стоим в одну сторону, а север в другую. То есть, они не врут. Видите, здесь три точечки появились. Вот, если мы сейчас повернем, видите, перебегает показатель. Он говорит, что мы смотрим уже не на север, а строго на, это получается, на запад. Вот, а север находится в другой стороне. То есть, в принципе, компас как бы не врет. Поэтому, если вам интересны такие часы, я их купил на самом деле не за почти 30 долларов. Это была распродажа, был день рождения Алиэкспресс. И эти часы мне обошлись в буквально 10 долларов. То есть, были вот такие вот большие бешеные скидки. Поэтому, если вам интересны такие часики, переходите под ссылочки, под видео. И там, в принципе, вы можете заказать такие же самые себе часы. Ну, а с вами я прощаюсь. До новых посылочек. Пока-пока.